Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Тема нашего урока – умножение и деление в пределах тысячи, сводимая к табличному. Ландшафтная архитектура. Сегодня на уроке вы научитесь выполнять устное умножение и деление чисел, оканчивающихся нолями. Давайте сравним выражения двух столбиков. Первый пример. 4 умножить на 7 равно 28. Теперь просмотрим первый пример второго столбика. 40 умножить на 7. Представим 40 в виде 4 десятков. Тогда у нас получится выражение 4 десятка умножить на 7 равно 28 десятков или 280. 7 умножить на 4 тоже равно 28. Потому что от перемены мест множителей произведение не меняется. Следовательно, 7 умножить на 40 тоже будет 280. Рассмотрим деление. 28 разделить на 7 получится 4. 280 разделить на 7. Здесь тоже мы 280 представим в виде десятков. 28 десятков разделить на 7. Получится 4 десятка или 40. 28 разделить на 4 равно 7. Следовательно, 280 разделить на 40 получится 7. Вычисли с объяснениями и проведи проверку. Рассуждать так. 6 умножить на 80 это 6 умножить на 8 десятков. Получится 48 десятков или 480. 480 разделить на 6. Это 48 десятков разделить на 6 равно 8 десятков или 80. Поставь видео на паузу и реши дальше примеров самостоятельно. Проверим. 50 умножить на 6 это 5 десятков умножить на 6. Получится 30 десятков или 300. 300 разделить на 6 это 30 десятков разделить на 6. Получится 5 десятков или 50. 450 разделить на 9 это 45 десятков разделить на 9. Получится 5 десятков или 50. 50 умножить на 9 это 5 десятков умножить на 9. Получится 45 десятков или 450. 810 разделить на 9 это 81 десяток разделить на 9. Получится 9 десятков или 90. 90 умножить на 9 это 9 десятков умножить на 9. получится 81 десяток или 810. 80 умножить на 7 это 8 десятков умножить на 7. Получится 56 десятков или 560. 560 разделить на 7 это 56 десятков разделить на 7. Получится 8 десятков или 80. 540 разделить на 9 получится 54 десятка разделить на 9 равно 6 десятков или 60. 60 умножить на 9 это 6 десятков умножить на 9 получится 54 десятка или 540. 630 разделить на 9 это 63 десятка разделить на 9 получится 7 десятков или 70. 70 умножить на 9 это 7 десятков умножить на 9 получится 63 десятка или 630. 90 умножить на 6 это 9 десятков умножить на 6 получится 54 десятка или 540. 540 разделить на 6, это 54 десятка разделить на 6, равно 9 десятка или 90. Вычислить самостоятельно. Поставь видео на паузу. Проверим. 5 умножить на 100, это 500. 9 умножить на 10, 90. 90 умножить на 10, 900. 100 умножить на 8, 800. 10 умножить на 60, 600. 10 умножить на 7, 70. 100 умножить на 8, 800. 7 умножить на 100, 700. Деление. 50 разделить на 10 – 45. А теперь решим задачу. На 180 тенге купили 6 одинаковых ручек. Сколько таких ручек можно купить на 270 тенге? Поставь видео на паузу, а когда решишь задачу, включи воспроизведение. Проверим. Чтобы найти, сколько ручек можно купить на 270 тенге, нам нужно узнать, сколько стоит одна ручка. Для этого 180 разделим на 6 – получится 30. Значит, одна ручка стоит 30 тенге. Теперь 270 разделим на 30 – получится 9. Значит, на 270 тенге можно купить 9 ручек. Подведем итог. Сегодня на уроке вы применяли алгоритмы устного умножения и деления чисел в пределах 1000. А теперь проведите рефлексию по данной теме. До свидания, ребята. До новых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...